Здравствуйте, с вами Анна Соловьева и мой курс «Лимфодренажная гимнастика». Этот курс является логичным продолжением и наряду с другими моими курсами, в которых мы занимались миофасциальным релизом, исправлением осанки в грудном отделе, говорили про сутулость и гиперлордоз в поясничном отделе, этот курс будет добавкой и отличным подспорьем к совершенствованию вашего тела. И в этом уроке мы поговорим о теории. Ведь очень много мифов касательно лимфодренажа. И в социальных сетях вы часто можете встретить, что достаточно просто попрыгать утром, сделать 100 прыжков или же лечь на спину и потрясти руками и ногами, и у вас будет лимфа работать отлично, так как она должна быть. Но этих движений, безусловно, недостаточно. Почему? Потому что лимфатическая система, она находится в комплексе с иммунной системой и сердечно-сосудистой системами организма. В качестве фактора детоксикации она занимается именно дренажом. То есть лимфа отводит продукты обмена от тканей, она помогает в борьбе с вирусами, бактериями и является таким образом некоторым коллектором, через который собираются все застойные явления и переводится в венозное русло. Поэтому для работы хорошей лимфатической системы нужна хорошая работа сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом. Лимфатическая система формирует защитную функцию организма и она обезвреживает попадающие в организм вирусы, бактерии, а также какие-то клетки, которые неправильно делятся, какие-то опухолевые клетки или же поврежденные частицы и уносит с током сосудов, лимфатических сосудов. Но так как лимфа не имеет своего насоса, как сердечно-сосудистая система, то она течет снизу вверх в коллекторы только благодаря действию мышечных сокращений. То есть за счет мышечных сокращений происходит движение тока лимфы. И сейчас мы затронем тему принцип работы лимфатических сосудов. Все сосуды у нас имеют некоторые клапана и кровь передвигается снизу вверх и клапан закрывается. На следующем участке снова открывается верхний клапан, мышца проталкивает выше, снова клапан закрывается. И таким образом с нижних конечностей лимфа попадает в подколенные коллекторы, из области бедер в паховые коллекторы, из области рук в подмышечные и так далее. Есть определенные тесты на застой лимфы. Вообще нужна ли вам лимфодренажная гимнастика? Если у вас остаются следы от одежды, то есть если на голенях остаются постоянно следы от носков, даже если у них не очень туга резинка, если у вас остаются следы одежды от брюк, от пояса, от бюстгальтеров у женщин, то это ухудшает ток лимфы и безусловно требует работы с лимфатической системой. Все пережимающие ткани будут ухудшать ток лимфы, поэтому обратите внимание всегда сначала на одежду, которую вы носите. Она должна быть достаточно свободная, никаких тугих резинок и застежек. Если вы страдаете отеками, то прежде всего поменяйте свой гардероб. Есть определенные еще тесты на застой лимфы. Если у вас нет следов, например, от одежды, но вы замечаете в каких-то участках тела скопление жидкости, даже если вы не имеете лишнего веса, но у вас, например, скопление жидкости в районе живота или же скопление жидкости в районе подмышечных впадин, при этом у вас достаточно стройные ноги и живот, то это говорит об ухудшении работы лимфы на определенном участке. Есть определенные меры работы, с которых вам необходимо начать. Прежде всего, это питьевой режим. Желательно, конечно, пить по потребностям, но даже Всемирная организация ВОЗ рекомендует 30 мл на килограмм веса тела. Вода должна быть не только простая, это и минеральная вода. Много позже поговорим о минеральной воде. Если вы избегаете употребления воды, потому что у вас есть отеки, то отеки могут усугубляться. Потому что наше тело на 80% состоит из воды, и чем младше вы, тем воды в организме больше. Поэтому должен быть обязательный приход жидкости, потому что на пищеварительные соки, на желчные соки тратится 1,5-2 литра воды, и воды организму нужно много. Поэтому задерживая воду, организм говорит о том, что вы воду ограничиваете. Следующая мера работы с лимфатической системой – это кишечная проницаемость. Как я уже сказала, что лимфа помогает обезвредить какие-то молекулы, которые попали в кровеносное русло. Если их слишком много, то, соответственно, и лимфы будут собираться гораздо больше. Так почему же молекулы попадают в кровеносное русло? Все может быть из-за повышенной кишечной проницаемости. То есть все, что вы употребляете, в кишечнике переваривается. Но если пищеварение затруднено или не хватает каких-то ферментов, то непереваренные кусочки пищи или молекулы могут просачиваться в кровеносное русло, и, естественно, иммунная система будет реагировать на них, как на врага, атаковать его. И все это собирать в лимфатические сосуды, собирать в коллекторы, и вы будете наблюдать отечность. Поэтому первое, еще раз напомню, это достаточное количество потребляемой воды. Второе, это заживление слизистых кишечника. Тогда у вас будет невысокая проницаемость, и молекулы посторонних попадающих в кровеносное русло будет меньше или не будет совсем. И, конечно же, третья мера работы с лимфой – это движение. Как я сказала, только мышечные сокращения будут проталкивать лимфу вверх. Сейчас мы еще поговорим про питание при отеках. Если вы наблюдаете отеки, то один из мифов – это ограничение потребления соли, поваренной соли или натрия. Но это в корне неправильно, потому что любое вещество, которое должно попасть в клетку, оно попадает путем взаимодействия между такими минералами, как натрий и калий. Это макроэлементы в нашем организме, это соли, которые должны присутствовать даже не в миллиграммах, а в тысячах миллиграммах, то есть в граммах в организме. И Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 5 граммов соли ежедневно. Поэтому не ограничивайте соль, употребляйте ее, но следите за тем, что промышленные продукты не были пересолены. То есть вся промышленная продукция, которую вы покупаете в упаковках, зачастую она содержит большое количество соли. Поэтому лучше избегать вообще употребления большого количества продуктов промышленного производства, а готовить самому, если у вас отеки. И второй макроэлемент, который наряду с натрием должен в больших количествах присутствовать в нашем организме – это калий. Где же нам взять калий? Калий содержится в листовых овощах, в кожуре, различных продуктов. Но также он содержится в определенных минеральных водах. Поэтому рекомендую вам проверить, насколько вы потребляете достаточно натрия, и добавить, если это необходимо, потребление минеральных вод с содержанием калия. Как это проверить? На этикетке бутылки будет написано в составе содержания натрия и калия. Если вода соленая по вкусу, то в ней много будет натрия. Например, ясинтуки-4 и ясинтуки-7 содержат достаточно большое количество натрия, примерно 2400 мг. И содержит 3000 мг калия. Но эти воды достаточно соленые. Есть некоторые воды, например, на Агутске или другие из Ставропольского края, содержат маленькое количество натрия, примерно 1000 мг, но достаточно большое количество калия, 3000 мг. Поэтому подбирайте минеральную воду и следите, как у вас реагирует организм, что происходит с этеками, протестируйте себя. И, конечно же, отказ от продуктов промышленного производства, каких-то готовых соусов, которых достаточно большое количество не только натрия может быть, но и крахмала, и всех веществ, которые будут способствовать задержку жидкости в вашем организме. Для того, чтобы повысить вывод лимфы и дать организму ресурсы, нужно употреблять больше свежих овощей, фруктов и, например, ягод. То есть зеленые овощи, зелень, ягоды свежие или замороженные отлично будут подходить. Как вы можете еще проверить, есть ли у вас отеки или нет? Многие женщины страдают отечной формой при предминструальном синдроме. То есть во второй фазе цикла вы наблюдаете картину, что вы становитесь как будто бы наполненной водой. Вы можете увидеть, что в первой фазе цикла у вас нет следов от одежды, а во второй фазе у вас появляются следы от одежды. И увеличивается количество жидкости, то есть появляется именно отечная форма. Также, если вы перенесли операцию или какую-то травму, которая вынудила вас находиться в лежачем положении, то лимфодренажная гимнастика вам просто необходима. Если у вас сидячий образ жизни, то лимфодренажная гимнастика будет отличным подспорьем, как утренняя гимнастика. Итак, мы разобрали, что нарушение минерального баланса, нарушение соотношения между натрием и калием могут приводить к отекам. Нарушение в гормональной системе также может приводить к отекам. И это провоцирует отеки, которые называются как синдром рыбы, выброшенный на берег. То есть ваш организм не хочет расставаться с водой. Если бы рыбу выбросила на берег, то, как вы думаете, она бы не избавлялась от воды, она бы ее аккумулировала. И если в вашем теле есть какое-то воспаление, то есть не совсем здоровое состояние, то ваше тело будет накапливать воду. И, возможно, нужно дать некоторое время организму, чтобы он справился с воспалением. Поэтому поддерживать путевой режим, а после приступить к лимфодренажной гимнастике. Давайте в следующем уроке поговорим о диафрагмах, которые будут влиять на движение лимфы.